Карагазинский «Шахтер» подписал голкипера молодежной сборной Казахстана по футболу Станислава Покатилова. По словам главного тренера «Горняков» Виктора Кумыкова, это был последний летний трансфер. Сейчас команда ведет усиленную подготовку к выступлению в Лиге чемпионов. В швейцарском городе Ньюн состоялась жеребьевка квалификационных раундов Лиги чемпионов. В итоге соперником действующего двукратного чемпиона Казахстана футбольного клуба «Шахтер» стал один из титулованных клубов Белоруссии «Бате». Бате – белорусский футбольный клуб из города Борисова. Команда была основана в 1973 году, воссоздана в 1996 году. Девятикратный чемпион Белоруссии является первым белорусским клубом, вышедшим в групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Победитель первого в истории розыгрыша Суперкубка Белоруссии. Прогнозы делать рано. Соперник очень хороший попался. Участник в прошлом году сетки, обыгравший Баварию, французские клубы на выжить. Посмотрим, на что способен наш клуб. Я думаю, что нам по зубам нынешнему «Шахтеру» с нынешним составом, с руководителем клуба «Нам по зубам» – мое мнение. Один из нападающих «Шахтера» Белорус Игорь Зинькович не понаслышке знает о команде из его родной страны. Возможно, этот нападающий сможет помочь горнякам совершить маленькую сенсацию. Сейчас «Шахтер» усиленно ведет подготовку. Команду пополнил голкипер молодежной сборной Стас Покатилов. Также Геворг Казарян должен восстановиться к Евроматчу. Больше пополнений не будет, заявил Виктор Кумаков. Будем отслеживать все. И состав, и манеру игры. Ну, а шансы выиграть есть. Не буду оценивать, какие они. Но есть. Главное – правильно подготовиться, организовать правильно всю подготовку. Тогда нормально все будет. И удача, чтобы сопутствовала. В рамках чемпионата страны горняки 29 числа на выезде встретятся с Таразом. Матч из-за дисквалификации пропустят Тарасов и Вичус.